Девушки отдыхают Лаурита попала в любовный треугольник, служебный роман или издержки профессии. Что связывает ведущих телеканала РУТ-В Елена Боско и Ивана Чайкова, вы узнаете в сегодняшнем выпуске программы «Отдел кадров». Молодая певица Лаурита Ашуева, появившись в дагестанском шоу-бизнесе, вызвала бурный всплеск эмоций у местной аудитории и, заполучив популярность на самом южном субъекте Российской Федерации, решила заявить о себе сразу всему миру. Я сказала солнцу, я сказала небу, я сказала сердцу, что люблю я. Молодая и старательная Лаурита начала свою карьеру, как и большинство артистов, в самом юном возрасте. С трех лет ее лучшей сценой была табуретка, ну а микрофоном, как полагается, пульт. Но этим, конечно, все не ограничилось, и любящие родители сделали все возможное, чтобы их малышка стала звездой за пределами двора. Ну и далее по накатанной дорожке к успеху были кастинги, конкурсы, поражения и победы. Очаровательная, прекрасная Лаурита ко мне присоединилась. Добрый день тебе. Добрый день, Юлия, добрый день всем. Признаюсь честно, я была просто шокирована, увидев Лауриту первый раз в жизни вживую. Помню, она пришла ко мне в эфир стола заказов и поразила меня своей миниатюрностью. Артистка всего лишь на один сантиметр обогнала одну из самых низких знаменитостей Кали Минок. Вот здесь такой вопрос. Какой у тебя рост? Ага. Рост Лауриты составляет всего лишь метр пятьдесят пять сантиметров. Малбриллианда дорог. Мы говорили с ней о музыке, о творчестве, ну и о личной жизни не забыли, конечно. Ну а сегодня, идя к своей популярности семимильными шагами, Лаурита снимает пятый по счету видеоклип. Сыграть главную роль в своем новом видео Лаурита пригласила креативного продюсера РУ-ТВ Лену Боско. Вы не удивляйтесь, это я, Лена Боско. Лена Боско. Бюджет телеканала РУ-ТВ. С отличием закончила московский государственный университет имени Ломоносова факультет журналистики. Поэтому в телевизионной среде совсем не случайный человек. Свои первые шаги в шоу-бизнесе Лена сделала благодаря сотрудничеству с русским радио. Хорошо известно зрителям телеканала РУ-ТВ прежде всего, как неизменная ведущая программы «Пик популярности». В эфире «Пик популярности» и я, Лена Боско. За свою творческую карьеру ей удалось реализовать множество не только телевизионных, но и фотопроектов. Одним из ее самых ярких детищ стала арт-выставка «Оборотная сторона шоу-бизнеса», где российские звезды согласились показать изнаночную сторону жизни через призму фотографий. Расскажи мне, пожалуйста, как так получилось, что вы сегодня с Иваном Чайковым снимаетесь в этом клипе? Это уже не первое предложение участвовать в съемках клипа, просто все как-то было недосуг. Ну а что говорить об этой роли? Мы практически не играем, мы вжились в эту роль, и, как говорится, музыка нас связала и в прямом, и переносном смысле. Ну а вообще, насколько сложно играть в влюбленных, обниматься, прижиматься, когда на работе, в офисе вы сотрудники, конечно, хорошо общаетесь, но между вами нет абсолютно никаких любовных отношений? Нет, ну мы же с тобой знаем, есть правда кино и правда жизни. Здесь мы играем немножко, немножко привираем, но нам же это взаимно приятно. Все звезды вокруг, мне о тебе напоминаю. Давай, Луи, все, раз, два, три, все, стоп, стоп, все, все, снято? Это снято. Господи, я просто не понимаю, как здесь можно передвигаться, кругом провода, да еще все кричат, не наступите, не наступите, да не наступлю я, Господи, ну что такое? Тут главное не упасть бы. Расскажи, пожалуйста, о сегодняшних съемках, почему именно наши виджеты телеканала Рутова Елена Боско и Иван Чайков принимают участие в сегодняшних съемках, и немного о сюжете нам бы хотелось узнать. Наверное, потому что все-таки Иван уже снимался у меня в клипе с самым первым. Ты коснулся нежным ветром губ моих, ты коснулся теплым светом глаз моих, и во всей вселенной мы одни. Да, Елена Боско, наверное, потому что очень прекрасный человек, очень изящная девушка. Скажи, пожалуйста, о выборе съемочной команды, почему ты сегодня работаешь именно с этими людьми? Как вообще ты выбираешь сценарий? Ведь наверняка много предложений. Вот этот сам процесс, что для тебя значит, и принимаешь ли ты решение в одиночку? Решение принимаем, конечно же, со своей командой, со своим продюсером. С Лексом Русаковым мы работаем уже второй раз, и безумно приятно находиться именно в его компании, потому что обстановка семейная, можно так сказать. Это самое главное, когда ты находишь общий язык с человеком, с оператором, который тебя снимает. Тут есть где-то фокус. Мы можем только представлять, воображать, что же получится из этих съемок. А вот Лекс Русаков, режиссер и оператор сегодняшнего видеоклипа, у Лаурита, знает все на 100%. Как это будет выглядеть в итоге и как? Это будет очень трогательно, красиво, искренне. А главное, я думаю, как-то мистически. Потому что те люди, которые присутствуют на этой съемочной площадке, это очень близкие люди, талантливые люди и, конечно же, одни друзья. Мне нужно, чтобы вы поиграли, и была такая импровизация, непридуманная. Вот это очень важно. Я еще подскажу. Я думаю, мы сможем разобраться. Человек, который будет всю страну, ВИДЖЕРУ ТВ Иван Чайков. С званием утра всегда будет бодрым. Но сегодня герою любовного треугольника по сюжету режиссера предстоит не людей бодрить, а чувства. Любовный треугольник, пожалуй, самая распространенная интрига в романтических отношениях. Проснись и пой, проснись и пой, и пускай душа твоя поет. Ванечка, ну что же ты, бедный, наверное, устал после утреннего шоу? Я всегда готов. Он всегда готов. А к чему он готов, вы узнаете в программе «Отдел кадров» в эфире телеканала «Рутовая» эксклюзивно. Вот он, оказывается, одинокий пилот. Это как выглядит. Спрятали бедного в углу. Стоит здесь один и грустит. Но ничего, мой дорогой, не переживай. Съемки окончены. И уже через пару секунд вы увидите новый видеоклип певицы Лауриты на песню «Отинокий пилот». Не грусти, а с тобой. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...